Уважаемые тренеры, мы рады приветствовать вас из города Санкт-Петербург, из великолепного клуба «Белые молнии», который в этом году исправил свое 50-летие и имеет свою богатую историю. Пользуясь случаем от имени сборных команд России, я хочу пожелать клубу дальнейшей плодотворной работы, успешной работы, прежде всего с молодыми спортсменами и с новыми дарованиями. И, безусловно, хочу пожелать новых больших побед всему коллективу клуба и лично президенту клуба Валентины Щасюк. Представляю вам своего собеседника. Дмитрий Чекуров, тренер сборных команд Санкт-Петербурга, учредитель клуба «Белые молнии», создатель бренда «Флекси Гус» и инновационной тренировочной системы «Мультиболл Систем». Личный тренер, призера юношеской Европы Никита Артеменко, мастера спорта России. Поводом для нашей встречи сегодня послужила ежегодная конференция тренеров, которая под эгидой Международной и Европейской ассоциаций прошла в Париже, во французском институте физической культуры и спорта в период с 22 по 24 октября. Зная, что данная конференция прежде всего предназначена для тренеров, мы от Федерации настольного тенниса России направили туда Дмитрия, который скрупулезно все зафиксировал и готов поделиться с нами опытом полученного из уст иностранных докладчиков, чем, собственно, в ближайшее время и займемся. Дмитрий, еще раз добрый день. Приветствую вас, Сергей. Расскажите нам, что нового и интересного было рассказано докладчиками на Международной конференции тренеров в Париже. Поделитесь с нами тогда опытом полученным там. На данной конференции присутствовал весь свет европейского настольного тенниса. Это были ведущие тренера. Как известно, для участия в этой конференции приглашается один деликат от каждой сборной страны. Был достаточно серьезный состав. Даже на этой конференции не в качестве, как мы привыкли, докладчика, а в качестве слушателя присутствовал главный тренер национальной сборной Германии Рихард Праузе. И также делился своим опытом, вступал в диалоги и было действительно очень интересно. На этой конференции работали три докладчика. Это австрийский специалист китайского происхождения Лю Ян Юн, который достаточно давно уже работает со сборной Австрии, в частности с такими игроками, как София Полканова, и даже принимал участие в работе с Вернером Шлягером. Этот доклад показался мне наиболее емким, поэтому мы постараемся сфокусироваться на тезисах, которые были подчеркнуты из него. Также докладчиком выступал федералист Микаэль Андерсон. Его доклад был посвящен принципам работы федерации, вот как на данный момент, на его взгляд, должна федерация структурироваться, какие должны быть основные задачи. Информация была достаточно профессиональной, но также он уделил работе со спортсменами, например, с 9 до 12 лет, с 12 до 16 лет и с 18 до 22 лет. Об этом мы тоже поговорим. Заключающей частью конференции было выступление нейрофизиологов профессора Андреса Мирау и доктора Торбина Халсданкера. Тоже интересная информация о том, какими современными инструментами мы можем фиксировать и замерять скорость визуальной реакции спортсменов и какие инструменты для развития здесь могут быть. Информация была общая, многое из сказанного сейчас находится в стадии эксперимента и точные данные появятся в течение ближайших 10 лет, но так или иначе информация была получена и на некоторых тезисах мы тоже остановимся. Итак, как я и говорил, мы начнем с первого докладчика Лю Ян Юня. Здесь достаточно много информации, которая записана тезисно. Итак, я буду зачитывать тезисы и мы с Сергеем будем эти тезисы разбирать. Первый докладчик говорил о новых подходах в технике и тактике настольного тенниса, то есть о современных тенденциях в развитии нашего вида спорта. Итак, первое, о чем он говорил, это физические изменения в игре. То есть это изменения, связанные с новым мячом, то есть переход от 38-мм мяча к 40-мм мячу изменил настольный теннис в достаточно значительной мере. Также изменились правила, то есть игра стала более динамичной и более стремительной, и, конечно, тактика ведения ее тоже изменилась. Вот с этими основными позициями связана первая часть доклада. Итак, в чем, на его взгляд, было отличие? 38-мм мяч имел большие параметры вращения. Он был быстрее, он был громче. С уходом этого мяча ушла достаточно, можно сказать, что целая эпоха игроков, привыкших играть в средней зоне, привыкших к стремительным силовым приемам давления мяча. Ну и также появление 40-мм мяча открыло путь молодым спортсменам в мир большого настольного тенниса, потому что 40-мм мяч ограничен в скорости во вращении. Здесь Юн приводит в пример, ну, часто сейчас все говорят об этом спортсмене, Харимота, и говорит о том, что, скорее всего, игра на таком уровне, ну, то есть, это же шестой в мировом рейтинге человек, да, сейчас, для него была невозможна из-за того, что просто зрелые, состоявшиеся игроки, они имеют более высокие скоростные характеристики, и, главное, силовые характеристики, и юным спортсменам, не имеющим достаточно мышечной массы, просто было бы невозможно конкурировать с такими игроками. соответственно, новый мяч открывает возможность для молодых игроков к вершине мировых рейтингов, чего раньше Харимота является ярким примером скоростного игрока, висящего над столом, с молниеносными атаками, с прекрасными игровыми связками, и новыми, но, можно сказать, хорошо забытыми старыми техническими элементами игры, такими, как вы все знаете, скидка справа, великолепное продолжение атаки над столом, укороченная техника, об этом мы тоже поговорим подробно. Сразу же мы продолжаем, это следующий его тезис, что настольный теннис смещается в сторону ударной техники, то есть, уже нет преимущества у спортсменов, играющих в конце первой зоны, в начале средней зоны, мощнейший откручивающих мяч, на хороших размахах, на удобной дистанции, все смещается в сторону топс-ударов, то есть, совмещенное, как сказать, вращение, совмещенное с очень хорошим давлением. Эта игра характерна для мячей восходящих или уже взошедших, то есть, мячей, которые находятся в первой фазе полета и имеют достаточно кинетической энергии, которую предлагает соперник. Смещение в сторону ударной техники. Дальше он начал говорить, в чем секрет китайских игроков, почему китайские игроки в данный момент доминируют в настольном теннисе, что здесь, в чем их секрет. И здесь он говорит, что если существует достаточный уровень тренировок, тренировочный объем, который направлен на создание оптимальной техники, оптимальной экономичной техники, и важно в этой технике уделять внимание не только ударам, а прежде всего подвижности и выходам на игровые позиции, то конкурировать с китайскими спортсменами, конечно, можно. Но здесь надо понимать, что эти ребята с трех и выше лет тренируются примерно по шесть часов в день. Поэтому европейские игроки, российские наверное в меньшей степени, потому что у нас часто встречаются варианты, когда ребята начинают и в четыре и в пять лет, таким образом сразу же оказываются в обойме нашей сборной, на них делается ставка, и наш юношеский настольный теннис находится в лучшем положении в связи с ситуацией в системе подхода, сколько можно тренироваться европейским ребятам существует мощная ювенальная служба, которая контролирует эти моменты, у нас все попроще, поэтому юношеский спорт, конечно, можно сказать, что развит в большей степени и вовне. Так вот, конкурирует со спортсменами, которые занимаются по шесть часов, и он отдельный акцент сделал на Харимота, который каждый день делает шесть часов тренировок, и даже если он участвует в каком-то мировом протуре, если он виден на соревнованиях, то там после основной части его всегда можно встретить в зале у стола за отработкой определенных моментов. Это колоссальный объем работы, объем, который выливается в качество игры. То есть, сопоставляя, получается, объемы работы китайского спортсмена и любого другого европейского спортсмена, уже на этапе ежедневной работы у стола можно увидеть, что китайцы работают больше. Опережение за счет объема? Соответственно, объем ежедневно больше, в течение месяца еще больше, в течение года еще больше. А если брать несколько лет, то промежь очевиден. Отставание становится очевидным. Конечно, европейские спортсмены менее предсказуемы, часто они могут конкурировать с китайцами за счет изобретательности, за счет нестандартной техники игры. Как вы знаете, китайские спортсмены в основном манифицированы, они обладают идеальной техникой, что показывают, например, серии фотографий, когда 20-летний разрыв между съемками и разный возраст спортсменов, абсолютно разный рост и разный пол, исполнение технических элементов в момент завершения, в момент переноса веса тела, позиция руки, позиция корпуса, оно идентично. То есть мы часто это видим. Китайцы действительно прежде всего работают над формированием оптимальной экономичной техники и главное сейчас подвижности. Вот и сейчас мы переходим к следующему тезису особенно важной подготовки современных спортсменов становится работа ног. Как известно, в теннис играют головой, потом глазами, потом ногами, а потом уже рукой. То есть здесь так и говорится смотреть, реагировать, занимать позицию, пить. это рекомендации китайского специалиста всем тренерам, которые обращают и которые работают над передвижением. То есть смотреть за мячом, реагировать, смотреть за мячом и за действием соперника, реагировать на мяч, занимать позицию, бить. Именно в такой последовательности он рекомендует. Ну, Последовательность это описано, например, в последней книге Микаэля Микаэльича Вартаняна, в которой отдельным тезисом выделяется, что внимательное наблюдение за мячом это первое, чего мы учим спортсмену и первое, о чем он забывает. Значит, следующее, следующий тезис это стремление, это относится, наверное, к трендам в настольном теннисе, это стремление завершать атаку при первой самостоятельно созданной возможности. Что это значит? Можно использовать возможность, которую создает соперник, ошибки соперника, и реализовать, стараться завершать атаку, но все-таки основным лейтмотивом его доклада выступала зрячая работа в 4-5 ходов. 4-5, не меньше? Современный настольный теннис предполагает, что план на 4 хода у тебя уже должен быть, не всегда все идет по нашему сценарию, но играть надо именно не в 2 хода, не в 1 ход, как известно, существует масса игровых комбинаций, когда подача, завершение атаки, но современный настольный теннис предполагает меньшую скорость, соответственно, больше время реакции и все-таки увеличение времени розыгрыша. И здесь нам нужно уже не 2, не 3 хода, а 4 грамотных зрячих хода. Особую важность приобретают так называемые компоненты качества мяча. из них Лю Гу Юн выделяет вращение, скорость и силу. Также он говорит, что не имея высших показателей хотя бы в одном из этих компонентов шансы оказаться на вершине мало. достаточно мало, то есть как бы развивать вращение и его силу. О силе отдельно он говорил в России это называется кинетические цепи и вот работа над кинетическими цепями становится очень важна, то есть каждый удар начинается с работы ног подключается корпус и одновременно суммирование скоростей по нескольким рычагам дает нам оптимальное ускорение невозможно играть мяч только рукой только корпусом или ты не доводишь предплечье или при игре бэкхендом у тебя не развита завершающая стадия работы кисти вот тогда качества не хватает и это уже позволяет сопернику действовать против тебя с большей эффективностью особую важность в игре приобретают длинные подачи поскольку мяч стал меньше вращаться существует масса возможностей для того чтобы противодействовать даже самым сложным казалось бы качественным подачи как известно раньше играя до 21 очка 38 миллиметровым мячом человек с хорошей подачей имел преимущество например из пяти было спокойно выигрывать 2-3 сейчас в нашей ситуации такое уже трудно себе представить практически все подачи на высочайшем уровне принимаются некоторые из них могут представлять большую опасность для подающего чем для принимающего дальше речь шла противодействия игрокам имеющим вот как раз такие высокоскоростные показатели стремительным игрокам которые играют над столом на высокие скорости имеют достаточно высокое качество и вращение давления мячей против них предлагается играть с изменением темпа все мы знаем что не всегда повышение давления внутри розыгрыша эффективно против игроков чем больше ты даешь скорости тем более удобный мяч получает соперник и у тебя есть риск атаки то есть изменение темпа внутри розыгрыша например изменение показателей вращения мяча длинная подача давление в пустую зону еще один стремительный ход со стола как мы сейчас например видим в игре Тима Бола который он продемонстрировал на последнем кубке мира потрясающие совершенно тактические действия стремление играть у стола использовать игру в боковые линии оттягивать соберника от стола при этом не давая себе возможности отходить вместе с ним и опять же мы видим что в какой-то неудобной ситуации Тима спокойно меняет темп давление давление прокрученный мяч чем он в общем-то славился всегда хорошей прокруткой да хороший прокрученный мяч а что это дает это дает изменение расстояния приема его мяча то есть если соперник вышел в среднюю зону мяч с давлением ему подвластно ему очень удобно играть то прокрученный мяч падает раньше как известно и как известно идти вперед к столу в ситуации когда на тебя производится достаточно серьезное давление намного сложнее чем идти от стола и здесь предлагается играть с изменением темпа то есть ну и даже вот я помню какое-то интервью 20-летней давности где Микаэль Маза Мейс говорил что я к своим преимуществам сейчас могу отнести не только то что я сейчас могу играть с усилением но и то что я теперь могу использовать игру вторым темпом что тоже очень важно и вот игра с изменением темпа против техничных игроков против скоростных игроков она вот сейчас так достаточно актуальна и является хорошим принципом противодействия на прошлом кубке мира например Тима Болл продемонстрировал игру рваным темпом игру через среднюю длину и это было очень эффективно было приятно посмотреть конечно так следующий тезис следующий тезис это разность вращений и скоростей имея эталонный тупспин мы всегда должны подвергать его некоторые корректировки внутри каждого розыгрыша нельзя производить два одинаковых удара потому что сейчас с этим мячом приспособление к твоей игре к характеру твоих мячей происходит уже в первом сете и задача современного спортсмена в своих тактических действиях максимально затруднить привыкание к себе соперника пускай это будет не в первом сете пускай это будет в третьем представьте играть в талон намного легче поэтому стремиться к разности вращений и скоростей постоянно менять тактические схемы менять направление максимально снизить привыкание к себе таким образом мы получаем менее прогнозированную игру и это тоже преимущество в современном настольном теннисе эти преимущества они складываются из крупиц то что на что раньше спортсмены могли не обращать внимание сейчас становится может быть одним из немногих ресурсов для победы использовать нужно все играя с изменением темпа разность вращения и скоростей сейчас это относится к ключевым трендам в настольном теннисе также в тренде как известно все это знают все сейчас уже это применяют отказ от замахов в пользу нагнетания максимального давления в концовках то есть вот как я говорю давай попробуем отказаться от замаха и попробуем всю эту скорость которую мы хотели дать сделать в концовке за счет работы ног корпуса предплечья плеча и предплечья за счет поворотов корпуса активность игры от обороны активности игры с использованием оборонительных действий то есть первый способ это да выйти в активную атаку это предложение играть по длинной подаче по длинной скоростной подаче на концевые линии стола вторая возможность использования энергии соперника это прием подачи забросами на концевую линию например длинные запилы при игре мячом G40 они опять приобретают свою актуальность опять же игрой просто даже с 40 миллиметровым мячом из целлоида такое было немысленно сразу же получали молниеносную атаку с которой вообще мало что можно сделать это способ игры сейчас при игре мячом G40 плюс такая манера игры предложение сопернику атаковать удлиненный запиленный мяч оно актуально и третий я бы выделил особенно это бананов лик это же тоже способ давления на соперника после его подачи который сейчас широко применяется это один из новых элементов о котором говорил об этом о котором было сказано много о котором было сказано много и целое сейчас поколение спортсменов выросло которые активно это применяют и с этим связано какое-то может быть даже новое слово в развитии настольного тенниса потому что большинство мячей которые раньше приходилось отрезать оставлять коротко теперь доступны для активной игры но как показывает практика и здесь опять же в диалог вступал Рихард Прауза и они в Германии проводили определенные аналитические работы они взяли большое количество игр которые игрались с частым использованием бананов ликов просто отсматривали игры смотрели как часто применяется бананов лик и каков результат его использования и получилось у них что эффективность начала игры через бананов лик скидку бананам 50 на 50 то есть ты можешь выиграть очко но такая же вероятность его проиграть потому что выходя все-таки в правый угол и открывая полностью левый угол или показывает последние молодежные олимпийские игры чанчик вын использует бананов лик моментально оказывается в левом углу вне зависимости куда пойдет мяч то есть прежде всего после исполнения бананов лика он занимает позицию в левом углу потому что на правый ход он успевает он успевает сыграть со стола у него очень хорошая работа из центра когда грубо говоря идет давление в центр там блок тигра но прежде всего после бананов лика он занимает позицию в левом углу стола чтобы исключить возможность максимально быстро старается закрыть левый фланг и тогда это актуально и здесь помимо бананов лика говорится что хорошо забытая старая скидка справа вот опять стала как никогда эффективной при игре новыми мячами то есть это показывает игра хоремота вот молниеносное появление в мире настольного тенниса и мы видим и все говорят про эту роскошную скидку справа когда уже некоторые игроки просто не знают как это делать всегда идут на банан вот и демонстрации ее эффективности вот бананов лик конечно надо изучать конечно он дает колоссальный диапазон особо я считаю он эффективен я вот как сам левша и тренер своего ученика Никита Артеменко который тоже левша мы считаем что бананов лик особенно эффективен при игре разноруких соперников то есть левша правша вот конечно такие игры они должны играться с применением бананов бананы по обратной диагонали разрушающие бананы в центр даже бананы вправо с выходом на левый фланг последующей игрой по прямой это сейчас очень эффективно также наблюдается наблюдается тенденция к игре скидками средней длины гладящие скидки вот это слово он применял часто браш браш софт флик софт флик то есть сразу же изменение темпа сразу же предложение игры по полудлинному мячу которое осложняет давление первым ходом то есть соперник получает такую скидку средней длины чуть-чуть прокрученную немножечко укороченную просто вынужден сыграть более надежно что дает возможность для последующей атаки контратаки вот и облегчает контратакующие действия ну и вот опять очередной тезис Рехарда Прауза когда он говорит что игра в 21 веке подразумевает очень скрупулезный тайм менеджмент то есть это все современный настольный теннис сейчас полностью о не о скорости а о времени сколько времени уходит на исполнение элемента сколько времени у тебя есть на подготовку к следующему ходу связь всех атакующих действий она связана с управлением времени чем быстрее ты готовишься к следующему ходу тем больше преимущества ты получаешь то есть выход в среднюю зону игра в удобной манере она уже неактуальна мы видим как легко китайские спортсмены применяя используют диагональную игру достаточно примитивную простую но при этом качественную и вообще диагональная игра она характерна для нее характерна большая сила большее давление большая точность диагонали длине это удобно и вот китайцы обыгрывают в такую достаточно примитивную можно сказать беззастенчивую надежную игру ребят которые технически более оснащены и оснащены и сложены и менее читаемы тем не менее захватив игру по высоте оттянув соперника в среднюю зону ты имеешь все шансы выиграть его в простой теннис тайм-менеджмент в игре итак при игре бананом при длинных срезках при браш скидках скидках полудлинных использование всех этих элементов предполагает стремительное продолжение атаки при полном отказе от замаха над столом то есть если мы делаем скидку вторым ходом мы не можем себе позволить замах ни по скорости ни по биомеханике то есть если мы делаем скидку если мы делаем длинную срезку мы должны занять позицию над столом и стремиться сыграть пол в исходящей траектории полета замахи мы уже себе позволить не можем тем более неразумно исполнять эти действия прыгать в конец первой зоны в начало средней зоны и стремиться продолжить игру на размахе если мы начинаем атаку продолжать ее следует со стола тоже очень внимательно выбирая направление потому что классические направления игра по диагонали игра глубже они уже не подходят мы часто видим как в настольном теннисе исполняется скидка в обратную диагональ из центра стола может быть даже из начала левой части правой части стола исполняется тупспин обратно опять снова в обратную диагональ из центра мы видим игру в центр из правого угла мы видим игру по прямой и вот такие направления нужно предлагать тренировать игрокам для того чтобы повысить эффективность игры после первого хода игры вторым ходом разумным противодействием силовой атаки становится сохранение позиции вот это то что красная нить проходит через всю тему Лю Ян Юна разумным противодействием силовой атаки становится сохранение позиции нельзя отходить от стола с целью увеличения надежности игры в нынешних реалиях это ведет к серии навесов где шансы одержать победу 20 на 80 но я бы сказал что наверное 10 на 90 удар шаг от стола удар шаг от стола удар шаг от стола ты вешаешь свечи как бы ты хорошо это ни делал свечами уже никого не удивишь да это зрелищно да мы люди смотреть такие ролики и на ютюбе и в инстаграме ой как классно он сыграл но при этом можно посмотреть на счетчик счетчик будет показывать уже не такую радужную картину вот дальше опять же игра через центр игра по прямым по обратным диагоналям как никогда актуально то есть нестандартный выбор направлений своим игрокам я на тренировках предлагаю сразу же исполнять например не туп спины справа направо в качестве разминки а занять позицию на заходе и начать исполнять туп спин по обратной диагонали потому что именно этот туп спин по счету в начале атаки он является первым а туп спин по диагонали он уже сейчас третий его как говорится надо заслужить и вот нестандартные направления конечно спортсмен не будет выдавать эти нестандартные направления если вы не уделяете внимание на тренировках на тренировках и вот предлагается серьезное внимание уделять уже отработке игры по нестандартным направлениям пропускаем этот полк мы пропустим как противодействовать бананов ликом сейчас с новым мячом существует масса возможностей сыграть любую подачу активно если она не короткая пиленная если она не очень хорошо обработана даже в этом случае мы можем получить укороченный мяч что приводит к серии взаимных укороток где тот кто начинает атаку как ни странно находится в худшем положении чем эту атаку отражающей вот здесь становится актуальна подача так называемой пендулума подача с обратным вращением если раньше их принято было играть в центр то сейчас они например в связке левша-правша мы часто видим как идет эта подача глубоко по диагонали что не позволяет сопернику играть скидкой бананов ликом и приходится играть справа ну и также в паре правша-правша левша-левша подача по обратной диагонали или же короткий у короткий у короткий по прямой которые не позволяют сыграть на заходе бананов а вынуждают соперника сыграть справа становится актуально пендулумы или по прямой или соответственно леворукие праворукие соперника по обратной диагонали в первую зону стола в подсетку для того чтобы конкретно показать сопернику я тебе сейчас предлагаю играть любым элементом справа ну опять же после таких подач как известно ну растет шанс мы их подаем в общем-то для того чтобы развивать атаку справа в современном теннисе сейчас важна вариативность в выборе элементов направлений внутри каждой встречи чему пришедствует глубокий анализ не только игры соперника с которым предстоит тебе сыграть или каждого соперника но и глубокий анализ своей нынешней игры своего нынешнего игрового состояния в каком-то состоянии какой элемент у тебя сейчас вот в данной игре идет да и соответственно выбор атакующих действий выбор игровой модели не только с учетом на то как играет твой соперник сейчас какие у него есть любимые элементы какие у него сильные стороны но и свои ну и свои сильные стороны сейчас в мире как все мы видим отмечается смещение в хватке мы видим все больше игроков которые используют левостороннюю хватку левоориентированную хватку для своей игры в случаях там например Дима Овчарова и Тима Бола это идет всегда смена гриппа смена хватки то есть левосторонняя игра происходит даже с додавливаем некоторым пальцем да что позволяет развить максимальное ускорение кисти в начальной стадии увеличить диапазон возможной игры скидками классическими скидками слева вот и потом перехват ну опять же здесь опять в разговор вступает Рихард Прауза как известно Тима Болл один из первых начал использовать разные хватки вот мы видим разность у него что при скидке справа палец может быть вообще практически параллельно ручке при скидке слева перехватывается глубоко ракеткой ставится срезка делается топ спин вот но это ребята опять же связано с очень большой работой по настройке такой игры я вот задал вопрос вот почему в Европе сейчас даже на уровне немецкой федерации у них проводился проводилась серия мастер-классов тренеров высшей категории для тренеров категории а в которой объяснялись основные принципы в каком случае когда как и если перехватывается ракетка то вот какая игровая модель соответствует такой ну такой специфике вот ну проводится работа то есть если ваш ученик перехватывает ракетку вы позволяете ему это делать то надо все-таки особое внимание уделить тому зачем он это делает в каких случаях это разумно и тонко настроить с вниманием маниакальным вниманием детали тонко настроить эту игру на мой вопрос а почему китайцы не перехватывают ракетку он засмеялся докладчик засмеялся сказал что да действительно в китайском настольном теннисе не применято перехватывать хватку потому что по большому счету все что ты выигрываешь с помощью перехвата ручки может быть компенсировано работой ног то есть скорее всего он говорит и я он отдельно об этом говорил что наблюдая за европейскими игроками я пришел к выводу что многие моменты в которых перехватывается ракетка они не оправданы они повышают риск ошибки они повышают риск ошибки когда ты не успеваешь перехватывать и по большому счету эти действия они компенсируют недостаточную работу ног поэтому ну к какому выводу пришел я из этого ответа что если ты можешь позволить ну если ты можешь научить своего ученика не перехватывать ракетку лучше это сделать если он перехватывает ракетку в любом случае это связано с дополнительными сложностями с дополнительным тренировочным объемом и с держанием в тонусе то есть если игрок например с оптимальной техникой с оптимальной подвижностью уже там на каком-то высоком уровне может позволить себе делать 4 тренировки в день то игрок с высоким уровнем сложности например да который не только там с работой ног связанной но еще постоянным перехватыванием ракетки он должен затачивать это и держать это вот максимально наточенным то есть это требует намного больших временных инвестиций впоследствии связано с рисками что если тренировочного объема немного не хватает не будет чувствика не будет точности ой я сегодня что-то слева не летит не летит справа ой я хватку забыл а что-то я не могу вспомнить как держать но гораздо легче запомнить одну хватку чем разные 4 да и опять же это как сказал Рихард Прауза это же связано с определенными прогнозами да ты делаешь один ход значит ты перехватывая ракетку уже ставишь себя в ситуацию когда ты можешь играть эффективно только с одной стороны и здесь тебе помогает твой опыт предвидение если что-то идет не по твоему сценарию ты оказываешься в худшем положении вот такой тезис ну уделят значение мощному топспину мощному ходу ускорению атаки ну вот китайский специалист говорит что важнее иметь 4 хороших топспина и определенную модель использования этих топспинов например если мы играем через среднюю длину да мы должны понимать что следующий ход после атаки навесным топспином с концевой линии от соперника да должен быть сыгран быстро следующий ход должен быть сыгран например на некотором удалении от стола для того чтобы обеспечить надежность игры и позволить мячу развить нужную высоту таким образом открывая больший угол атаки и после чего например стремиться делать выпад то есть связывать 4 топспина да воедино вместо того чтобы искать один мощный разрушающий ход которым ты скорее всего намного более эффективно чем игра через поиск и атаку там мощным своим силовым топспином который там в 4 четверти от твоей силы 2 четверти 3 четверти 1 четверть 4 четверти вот это вот современная эффективная игра на его взгляд опять же он возвращается к силе удара что сила удара она не обусловлена твоей физикой силой физическими данными твоими ростом мощной массой она обусловлена работой ног грамотный выбор позиции запуск кинетической цепи он позволяет достигать ударов более большей мощности нежели чем ну там например спортивный спортсмен который или вовремя не выходит на мяч или играет не в балансе играет не с ног не с позиции и например не использует весь ресурс своего своих физических данных сила удара она в качестве его исполнения топс и удар теперь единое целое я думаю что мы об этом сказали и так же это повторяется от тезиса к тезису мы можем видеть продолжение этой мысли что топс и удар теперь единое целое и топс такие элементы они начинаются с ног и здесь он сказал достаточно сложную вещь он предложил пробовать генерировать себе ощущения при игре как будто цепляешься за пол за тарафлекс да через кроссовки пальцами ног вот всегда находиться в позиции на пальцах всегда сохранять эту упругость и посылать прямо посылать генерировать ощущение как будто посылаешь с пальцев ног запускаешь кинетическую цепь об этом мы тоже говорили ну при современной игре одно из самых важных это правильно выбрать дистанцию это тоже понятно увеличивать дистанцию с каждым последующим ходом запрещено да есть можно сказать что вот есть у меня такой игрок который замечательно владеет игрой в первой зоне который там лучше контролирует да лучше контролирует на каком-то уровне при встрече с серьезным соперником этот контроль будет заключаться в серии красивых розыгрышев и в счете 11-3 и опять же тут про дистанцию сказано что многое мы себе позволяем сыграть с одного расстояния например в мяч средней длины мы играем как обычную подрезку просто подсев выжидая паузу тут надо сокращать расстояние до стола выполнять укороченный навесной топ спин среднюю длину усложняя атаку сопернику делать прыжок назад и вот это расстояние в данном случае оно является ключевым для эффективности выход элемент назад опять вперед то, чем многие например русские игроки я знаю пренебрегают в связи с того что мы сейчас выдержим паузу но выдерживая любую паузу ты увеличиваешь время реакции соперника ты даешь ему фору и постоянно работая с этой дистанцией стремясь выходить возвращаться к столу после например неудачно проведенной проведенной атаки или неудачного приема сокращать расстояние ставить себя в более сложную ситуацию но выигрывать высоту и если ну часто бывают ситуации когда нас отгоняют столом следующим ходом ты уже через центр должен стремиться обратно вот об этом тоже говорили подытожил он прописной истинный что самое важное это работать над техникой с детских юных лет она позволяет выиграть время важнейшее оружие теннисисты 21 века неважно на каком уровне может играть вот так называемый тут я просто перевел кривой игрок надо понимать что он в любом случае может играть лучше имея идеальную технику вот это сказал Рихард Праузов то есть здесь сказано что ребят да он талант да у него вот такая специфика да он так привык так он любит если не устранять эти ошибки он не достигнет вершины которую бы он мог достичь и он говорит в любом случае ребят идеальная техника это ворота в мир большого тенниса имея технические огрехи мы закрываем эту дверь для спортсмена для универсального тенниса как бы мы ни считали спасибо за доклад по китайскому специалисту во многом то что было сказано им конечно же прописные истины но в целом из того что можно дополнительно подчеркнуть отметить я бы выделил несколько тезисов первое что изменение мяча позволило появиться новым игрокам сильным топовым таким как Харимота который играет возле стола играет больше топс ударом нежели топсом топ спином классическим и многие спортсмены топового уровня также с учетом потери вращения мяча переходят на более быстрые плоские удары у стола и все это из-за изменения мяча дальше китайский специалист рекомендует использовать не стесняться использовать длинные подачи в игре которые уже так же приобретают определенную тенденцию особенно в женском я бы наверное от себя отметил исполнение японских китайских спортсменок идет длинная подача атакующая можно сказать подача с провоцированием на атаку и с дальнейшим перехватом инициатив опять же у стола на более высоких скоростях дальше китайский специалист рекомендует в игре с китайскими или с теми игроками которые превосходят по темпу по скорости игры рекомендует использовать изменение ритма игры изменение темпа игры также изменение атаки своей в полсилы топспин в одну треть силы две трети силы и что хотелось бы отметить что так же китайский специалист рекомендует использовать скидки которые исполняются в полсилы или вращение топспином не активным топспином а полусредним полубыстрым что тоже с его точки зрения может приносить результат играть через среднюю длину играть через среднюю длину дальше что я бы хотел подчеркнуть что рекомендует китайский специалист каждому игроку выбирать свой стиль собственный стиль играть нестандартно больше по прямым меньше по диагоналям но тем не менее свой собственный стиль мне кажется что конечно это точно отмечено у каждого должен быть рисунок игры специфичный только ну и актуальность становится играть через центр играть через центр мы это все прекрасно знаем всем игрокам мы говорим играй через центр находи локоть по-разному называется сейчас мы видим что игра в соперника разрушающие действия соперника в корпус они эффективны дальше что хотелось бы отметить это рекомендации по быстрому возвращению в исходную позицию после исполнения ударов ну и в связи с этим как следствие укорочение укоротка движения укороченное исполнение движения в частности экономия времени на замахе далее я бы отметил это перехватывание ракетки что есть два варианта китайский стиль где не позволяет перехватывание ракетки с малых лет и европейский может быть более гуманный не знаю как его назвать стиль в котором можно перехватывать ракетку но необходимо понимать что если спортсмен перехватывает ракетку то необходимо в тренировочном процессе уделить этому элементу очень длительный отрезок времени чтобы спортсмен точно знал что ему нужно сделать куда в какой момент и отработал это до автоматизма то есть перехватывая ракетку идет дополнительное требование к более серьезному объему тренировочного процесса для перехода к следующим элементным связкам после этого перехвата поэтому на вопрос можно хорошо или плохо он ответил что и так и так можно но необходимо иметь дополнительное время для отработки элементов если вы перехватываете далее я бы выделил это безусловно рекомендации о том что необходимо в тренировочном процессе уделять время движению не только вдоль стола но и вперед назад в большей степени с выходом к столу из определенных ситуаций когда спортсмена отгоняет от стола это также диктует современный стиль игры у стола и любой отход от стола неминуемо конечно ведет к тому что спортсмен будет находиться в более проигрышной ситуации ну и последнее чем закончил специалист я бы тоже хотел дополнительно отметить это то что современные техника которая закладывается в детском возрасте она должна безусловно соответствовать современным тенденциям игры то есть современный спортсмен должен уметь исполнять бананов лик он должен уметь играть как в атаке так и от приема атаки потому что зачастую после подачи исполнения атакующих элементов у игроков зачастую после подачи ставят спортсмена уже в контр-атакующие скажем так действия и безусловно вся современная техника должна позволять спортсмену дойти до потолка как можно выше то есть не должно быть изъянов в той технике которая закладывается в детском возрасте поэтому чем идеальнее техника чем ближе она к идеалу тем выше потолок у спортсмена поэтому здесь безусловно это так и необходимо над этим работать и я только позволю согласиться с китайским специалистом поэтому на этом первая часть тогда заканчивается переходим ко второй части Дмитрий на которой был уже второй докладчик итак вторым докладчиком на конференции выступал Майкл Андерсон это шведский специалист достаточно известная личность в мире настольного тенниса человек который поднимал американскую федерацию настольного тенниса сейчас он фокусируется на создании мероприятий и полумероприятий для игроков 18-22 лет вот такие как юношеские олимпийские игры и другие старты для молодежи был очень интересный доклад конечно много и сказанного было адресовано представителям большое количество информации было посвящено именно принципу работы федерации швеции федерации америки какие тренды как надо работать но это информация скорее для федерации она тоже была передана а мы с вами попробуем сфокусироваться на моментах которые нужны именно нам нужны тренерам нужны спортсменам здесь получилось меньше информации и много из того что сказано Майклом Андерсеном пересекается с первым лектором Лю Ян Юнем и мы сейчас в этом убедимся Майкл Андерсон предлагает рассматривать работу с каждым игроком как десятилетний проект в котором важен ранний старт что это значит ранний старт это определение талантливых игроков на стадии пятилетнего тире семилетнего возраста здесь в данном случае в условиях бешеной конкуренции от Китая конечно надо понимать что при раннем старте у игроков есть больше шансов в начале мы говорили об этом что в России достаточно благодатная в этом плане ситуация у нас много игроков и есть большой приток спортсменов уже от поколения играшек как известно многие приходят в теннис как семейный вид спорта вот ваш покорный слуга наверное родился в зале вот я являюсь сыном тренеров и в принципе вот благодаря этому наверное вот с этим наверное связаны какие-то там мои успехи на помощи тренерской деятельности потому что это школа которая была получена с самого детства вот и определив на ранней стадии игрока талантливо надо создать условия для его подготовки в группе то есть вокруг него следует построить работу конечно мы как тренера хотим уделять максимальное время всем своим ученикам но здесь нужно делать как это сказать здесь нужно хорошо понимать мы занимаемся массовым спортом или спортом профессиональным потому что этот молодой парень или молодая девчонка в сборную и юношеские сборные страны и национальные сборные и если идет ставка на профессиональный спорт разгадываем уделяем максимальное внимание именно об этом и говорит да шведский специалист что необходимо уделять повышенное внимание тому кто в группе представляет перспективный интерес грамотно здесь важно грамотное сопровождение игрока и конечно особое внимание к техническим аспектам его игры если мы увидим талантливого игрока сразу же бросаем его в гарнилах турниров соревнований его техническая подготовка запаздывает по сравнению с его игрой многое ему приходится придумывать самому закрепляются определенные ошибки которые вот как первый лектор что обращал внимание они могут быть просто неустранимы поэтому наряду с индивидуальной работой конечно спортсменов надо обкатывать они должны получать рейтинг для того чтобы участвовать в топ-24 в топ-16 сейчас топ-10 да наверное да топ-10 попадать на такие старты квалифицироваться в сборную но тут надо понимать что если отстает этот игрок в технике то это может впоследствии сыграть с ним злую шутку с такими игроками важен индивидуальный подход и еженедельная регулярная вот о чем говорит Майкл Андерсон парная работа с тренером то есть даже я задавал вопрос а что если это мини-группы что если это несколько там хороших перспективных игроков нет регулярная индивидуальная работа один на один по системе мультибол совершенствование технических тактических действий в игре мультибол это по-русски БКМ по-русски это БКМ работа на мячах с целью совершенствования техники и тактики игры это вот на ранних стадиях до 12 лет почему техника 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 индивидуальная работа организация процесса вокруг талантливых игроков если эта работа не на массу а на результат дальше Майкл Андерсон говорит о группе игроков с 12 до 16 лет часто мы теряем ребят этого возраста из-за того что пропадает мотивация какие-то промежуточные цели которые ставились или тренерам или родителями или игроками не достигнуты или они еще просто ну до этого не дошло но игрок попадает в умение и мы рискуем его потерять попадает мотивация что здесь помогает здесь как всегда помогает системная работа что предлагается тренироваться каждый день и жить в 12-месячном графике что это значит у каждого игрока должен существовать игровой план на сезон тренировки должны быть построены согласно этому плану как известно существует несколько стадий циклов тренировочных но сейчас при таком большом количестве стартов уже для детей 12-16 лет колоссальное количество стартов и мы имеем два цикла тренировочный цикл подготовительный и соревновательный вот эти соревновательные циклы конечно они занимают большую часть сейчас игры спортсменов но и тренировки уделять внимание надо не забывать подготовительным циклом надо стараться выходить на пик формы выделяя самые важные старты в России принято что это топ-24 топ-10 как это будет сейчас в этом году и конечно первенство России по результатам этих стартов формируются сборные команды которые представляют нас на Европе уже и на мировых стартах и вот эти три важных старта как известно пиков спортсмена и об этом говорит Майкл Андерсон в сезоне может быть два или три и хорошо если три да и конечно рекомендуется выводить на пик свои формы потому что постоянно находиться в пике не может ни один спортсмен и все это прекрасно знают вот очень строго готовить спортсмена именно к пику выбирая именно те старты на которых он должен проявить себя максимально также он говорит о строгом режиме питания сна и отдыха мы часто видим ребят которые ну и сейчас в 21 веке появились новые условия это гаджеты неконтролируемое использование скажем гаджетов что переключает степень внимания перетягивает на себя степень внимания снижает грубо говоря даже активность мозга вот и здесь надо ставить себя в строгие рамки ограничивать себя находиться в строгом режиме питания следить за физической кондицией для того чтобы иметь возможность действовать эффективно ограничивать от себя потоков внешней информации особенно когда речь идет о каком-то подготовительном серьезном старте ребята пожалуйста ограничивайте своих игроков доносите важности сокращения поступления внешней ненужной информации ну и конечно режим сна и отдых часто мы видим ситуации когда на тренировочных сборок игрок не может выложиться мы не понимаем в чем дело оказывается он до 3 часа ночи в телефоне сидит вот как такой игрок может находиться в тонусе и давать 100% а меньше сейчас мы просто выжимать не должны и не можем также вот это психологический такой аспект планировать жить в мире настольного тенниса он отдельно говорит что мир настольного тенниса прекрасен здесь есть все для человека и в принципе если ты делаешь ставку на это есть очень хорошие шансы и построить карьеру и получить счастливую жизнь интересную увлекательную жизнь и если человек например одной ногой находится в теннисном зале другой ногой он все-таки за партой потому что у него английский потому что у него физика а вот у нас школа с математическим уклоном вот а что он будет делать в будущем при условии того что есть данные мы уже определили что данные есть есть необходимый объем внимания поддержка тренировка будет светлым и это игрокам надо объяснять что в принципе к 17-18 годам когда ребята только идут получать профессию вы уже профессию имеете многие спортсмены к 18 годам уже имеют прям личные зарплаты не добившись какого-то может быть космического уровня у них есть все шансы стать прекрасными тренерами продолжать жить в мире настольного тенниса приносить пользу и опять же зарабатывать деньги потому что мы имеем вид спорта в котором все-таки существует целый спектр возможностей для развития например если ты не идешь тренером то уже участие в институте может быть замечательным спаррингом быть независимым и даже помогать своей семье скажем оплачивать свое обучение что часто встречается сейчас в больших городах у нас в стране поэтому планируют жить в мире настольного тенниса и связать с ним жизнь и вот это тоже повышает шансы на движение к вершинам к эталону ну вот от себя могу сказать что лично мой пример доказывает правильность слов Майкла Андерсона мой ученик Никита Артеменко пришедший в мир настольного тенниса в 9-летнем возрасте даже ну скажем ему было 9,5 лет да имея избыточный вес но имея большое стремление планируя связать свою жизнь с настольным теннисом он сразу же его полюбил закрывая ну колоссальные объемы работы то есть это скажем 4-5 часов в день вместо положенных полутора оставаясь на все три тренировки не получив результатов 13 лет не получив результатов 14, 15 и 16 не попав в обои на сборной сохранил оптимизм энтузиазм мы следовали согласно плану работали над моментами и что позволило ему представлять Россию на первенстве Европы которая прошла в португальском Гуэмарайсе и стать частью вот этой колоссальной полиции не только в командном разряде принеся в бронзу в смешанном парном разряде с Анной Красиковой заняв третье место пройдя сложнейших игроков сильнейших игроков Европы и внести свой вклад в это славное дело и сейчас Никита у нас оформил дубль он участвовал был основным номером в команде Санкт-Петербурга которая стала чемпионами России победителями Кубка России также он был призером победителем молодежных игр России ну и как известно со своим другом и напарником Петром Федотовым они на молодежном первенстве России поделили первое и второе место действительно большой результат и его невозможно было достичь в какой-то момент вот не добившись тех целей которые ты хотел просто на тот момент еще не пришло время но как говорится терпение и труд все перетрут дальше наверное здесь не так много тезисов но дальше Майкл Андерсон говорит о трендах в современном и так вот мы сейчас пройдемся по этому тезису тезисно бесстрашный теннис бесстрашный стремительный теннис использование игровых связок стремление атаковать все силы все силы при первой же возможности генерирование этих возможностей для атаки невозможно пропускать ходы в современном теннисе это показывает юношеская олимпиада пересмотрите игры теннис и хоремота например там все сразу же понятно бесстрашный настольный теннис демонстрируется агрессивный стиль игры агрессивная игра может быть с использованием всех ресурсов и может быть и психологического давления соперника мы видим как китайцы молчаливые китайцы в последнее время опять начали показывать голос показывают кулаки давят радуются празднуют розыгрыши меняют темп игры в зависимости от того какой счет они замедляют или ускоряют нагнетают давление между розыгрышами сокращают время вот такой агрессивный стиль игры сейчас просматривается ну и хоремота которые в достаточно агрессивной манере празднуют каждый свой победный розыгрыш об этом говорится также для этого тенниса характерно активное использование бэкэнд кликов вот что перекликается с высказываниями предыдущего лектора бананах кликов уверенное владение топ спином слева и использование топ спина слева ну в широком достаточно диапазоне не только в левой части стола в центре стола может быть иногда если этого требует ситуации правого угла вот этот тезис тоже перекликается применять полупустые скидки браши средней длины то есть не обязательно не обязательно использовать высокоскоростные скидки потому что как показывает практика таким образом мы ставим себя в худшее положение нежели чем сыграв аккуратно по месту используя какую-то тонкость то есть об этом мы говорили полупустые скидки недокрученные мячи средняя длина и нестандартные направления также майкл андерсон предлагает не бояться использовать левостороннюю хватку левоориентированную хватку левоориентированную если если сранец плав да 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 вот мы видим шведа маригарда охватка которого меняется вообще кардинально то есть от такого охвата при игре спала практически как у тебя было до очень жесткого перехвата использования пустых этих скидок использования как наверное называется если у нас есть пассивный активный блок ударов ракеткой открытой практически находящейся под 90 градусным углом очень интересных элементов с высоким риском казалось бы да но очень трудно отражаем потому что мы получаем пустой мяч восходит и при недостаточной обработке мяч просто падает всегда в сетку это очень огромный ход и если того требует ситуация есть неопределенный технический арсенал можно перехватывать ракетку часто мы видим когда инициатива захвачена соперник находится в средней зоне игрок старается покрыть весь стол игрой справа так вот Майкл Андерсон предлагает активнее использовать бэкхэнды и при продолжении атаки то есть если мы захватили высоту и мы исполняем туп спин получаем косой мяч влево предлагается не увеличивать дистанцию от стола и играть где-то в удобном направлении с тем чтобы отдать мяч в игру сильной стороной смелее использовать хэнды также считалось правильным использовать удары с места для того чтобы достичь максимального давления максимальной плотности игры потом в моду вошли так называемые кросс передвижения передвижения с крестным шагом в движении сейчас мы видим как сокращается ускоряется игра игра становится ближе к столу и здесь нам нужны удары в прыжках то что 10 лет назад считалось ошибкой не делая удары в прыжке они ненадежны не достигаешь максимального давления сейчас становится нормой например как после топспина на заходе получаем мяч глубоко вправо после первого корректирующего прыжка исполняется длинный прыжок и удар производится в момент приземления на ноги что позволяет выиграть время и при грамотной работе при грамотном техническом сопровождении игрок может это делать не менее стабильно чем удары с места и вот даже уже несколько лет назад присутствие на международных сборах в Италии я видел как члены немецкой сборной отрабатывают эти удары в прыжках и уделяют им особое внимание то есть как кросс передвижению при ударе так и отдельно этим ударом в прыжках если ваш игрок еще неумело это использует или последнее знает как это делать они умеют последние два тезиса здесь они тоже перекликают с помощью мультибола можно поднять смена темпа игра по месу на дороге управления практика и ребята которых я сейчас сопровождаю при помощи ударов разной длины разного характера вращения с легкостью разнообразие в игре разнообразие тоже вот сейчас является трендом стремление последний тезис это стремление к атаке первым ходом после длинных глубоких подач вот здесь прямо один в один перекликается с Лю Гойеном вот это основные тезисы которые можно выделить в рассказе Майкла Андерсона которые помогут непосредственно нам тренерам при работе со своими игроками на местах ну что ж я тоже хотел немножко подчеркнуть вещи которые считаю важным ну первое что посмотрите что шведский специалист выделяет именно возраст с 12 до 16 лет вот этот отрезок подготовки ну в общем-то в этом отрезке подготовки у нас перекликаются все три сборные получается мини-кадетская до 13 лет кадетская до 16 ну и по сути переход в юниорскую ну что хотелось бы отметить что прежде всего я здесь совершенно соглашусь это тренировочный процесс в этом возрасте безусловно важен и при планировании подготовки таких спортсменов действительно очень важно выделить главные старты которые есть если это спортсмен сборной субъекта то для него конечно важны всероссийские главные старты как первенство россии топы если это спортсмен уже в сборной команде россии то здесь уже конечно же первенство европы и другие международные важные старты являются главными в сезоне но что важно как для одной группы спортсменов так и для другой это процесс подготовки к этим важным стартам поэтому процесс подготовки это тренировочные сборы как в регионе так и в сборных команд накануне выезда на этот главный старт как минимум и что наиболее важно это когда спортсмен возвращается в свой город своим тренером это не менее интенсивные тренировки в этом возрасте поэтому я здесь совершенно соглашусь со шведским специалистом это очень важно именно в этом возрасте не терять процесс набора объема тренировочной работы и не терять его даже на переходе когда спортсмен и со сборной когда все условия сна отдыха и режима питания соблюдаются также продолжать этот темп набирать и в домашних условиях поэтому здесь очень важно действительно этот тезис шведского специалиста далее что хотел отметить что безусловно погружение спортсмена в жизнь настольного тенниса здесь перекликается также с Ричардом Прауза когда мы его приглашали на конференцию в Екатеринбург он также говорил что когда есть выбор с кем работать со спортсменом который живет настольным теннисом говорит о нем думает о нем смотрит его общается на тему настольного тенниса то при выборе между таким спортсменом и спортсменом который менее увлечен настольным теннисом может быть даже более талантлив да выбор очевиден что надо брать того кто действительно погружен потому что это важно сделать как тренеру со своим спортсменом так собственно и спортсмен который хочет чего-то добиться он действительно должен жить настольным теннисом думать о нем много поэтому в этом вопросе я совершенно согласен хотел бы так же подчеркнуть ну и последнее точнее предпоследнее это мне понравился тезис бесстрашный настольный теннис очень красочно описывает то что сейчас происходит сейчас действительно спортсмены особенно топовые можно сказать умеют делать все и делают это легко с такой легкостью что с виду это кажется довольно легко и просто чтобы это было легко и просто нам действительно нужно выбирать некий такой бесстрашный выбор вариант настольного тенниса когда спортсмен может смело выполнить все что он захочет на столе а тренер уже со стороны подскажет что более эффективно в игре а что менее эффективно поэтому здесь безусловно ориентир на умение играть как в атаке так и бананов ликами так и от приема так и после длинной подачи не стесняться ничего это тренировать пробовать здесь совершенно согласен успех именно в этом и последний тезис который я бы хотел отметить это работа со слов шведского специалиста с перспективным спортсменом группы дополнительно посредством большого количества мячей вот этот момент тоже реальный который можно использовать в работе поэтому после тренировки можно спортсмена оставить и поработать с ним на мячах когда тренер кидает наигрывая определенные слабые стороны или наоборот сильные при подготовке соревнованиям поэтому это важный момент который необходимо также подчеркнуть и использовать в работе я могу даже немножко добавить что здесь работа с мультиболом как известно я широко практикую работу по этой системе можно выделять в отдельную тренировку то есть сегодня ты тренируешь тактические схемы или сегодня ты тренируешь контроль или сегодня у нас аэробно-интенсивная тренировка с большим временем выполнение заданий с короткими паузами а какой-то день выделяется ну я выделяю два дня в неделю на такую работу когда непосредственно один на один с игроком закрывается может быть общее количество работы это будет суммарное количество и час но здесь можно не торопиться и пределы тренировки до трех часов там раздвигать да и чтобы существовать в полном контакте в максимально комфортных условиях и не торопясь прорабатывать раз за разом прорабатывать ну что ж уважаемые тренеры время подводить итоги большое спасибо Дмитрий за ваш доклад мы имели возможность вашими глазами увидеть то что происходило там ну и послушать то о чем говорили докладчики среди которых в общем-то иностранные специалисты которые работают успешно с топовыми игроками и их мнение безусловно представляет для нас интерес учитывая то что в общении в спорах рождается истина поэтому мы тогда начнем также в комментариях от этого видео общаться продолжайте с вами общаться если у кого-то возникают вопросы пишите Дмитрия тогда попросим участвовать с удовольствием ответить на вопросы которые у вас возникнут трудно было сказать все приходится работать тезисно но если какие-то части нашего доклада вас бы интересовали можно будет сфокусироваться на них подробнее ну и как бы подытоживая тогда нашу сегодняшнюю беседу мы планируем также продолжать участие в таких ежегодных конференциях проводимых совместно ITTF с ЕДТУ также будем представлять площадку для того специалиста которого мы направим как для своего развития так и для общения с нами и в ближайший наверное месяц-два мы все-таки скомпонуем некие вопросы которые нас постоянно мучают как обыграть Китай мы их попробуем скомпоновать в таком более конкретном виде может быть к специалисту работающему в России это Люга Хун из Архангельска и попробуем его уговорить для участия в онлайн конференции которые ежегодно мы проводим во время мемориала Воробьева поэтому давайте все что касается Китая тогда будем собирать на листочек и в то время когда мы его также попросим участвовать по китайскому специалисту зададим ему все эти интересующие вопросы поэтому по китайской методике по китайской школе которые у меня тоже лично есть вопросы мы будем общаться тогда планировать общаться в феврале во время очередного мемориала Воробьева и во время очередной онлайн конференции которую мы будем также от Федерации России организовывать ну что ж тогда на этом все большое спасибо за внимание общение продолжаем не заканчиваем в комментариях ну а Дмитрию тогда еще раз огромная благодарность спасибо за внимание спасибо за оказанное доверие всего хорошего всего хорошего до новых встреч